Как часто вы ловите себя на внезапном желании съесть что-нибудь сладенькое, солёное, кислое и так далее? Казалось бы, это случается с каждым, но специалисты считают, что это своеобразные сигналы тела, которые посылаются организмом неспроста. Организм всегда даёт знать своему владельцу о каких-то неполадках в работе внутренних систем, посылая те или иные сигналы тела. Это могут быть, например, дискомфортные и болезненные ощущения, а могут быть и внезапные пищевые прихоти. Нередко они возникают из-за нехватки определенного вещества, а иногда свидетельствуют о начале серьезного заболевания. С вами ТОП ХАЙП и это 10 признаков, что тело просит о помощи. Погнали! Давайте начнем со сладкого. Одно дело съесть 2-3 кусочка шоколадной плитки, и совсем другое съесть целую и не насытиться. Некоторые специалисты полагают, что чрезмерная тяга к сладкому свидетельствует о дисгормональных нарушениях и требует соответствующей коррекции. Очень многие используют шоколад как антидепрессант. Этот продукт содержит алканоиды, повышающие уровень серотонина в организме. Обратите внимание на свое психологическое состояние. Возможно, налегая на шоколад, вы пытаетесь заесть серьезные проблемы. Избыточная тяга к сладкому часто появляется в ответ на эмоциональную неудовлетворенность. Это бессознательное желание сделать себе подарок и поднять настроение. Если не разобраться вовремя в своих чувствах, можно очень быстро набрать лишние килограммы. Некоторые специалисты полагают также, что сладкого хочется организму чрезмерно зараженному. Тяга к соленому. Многие признаются, что хочется сладкого, но от других тянет на солененькое. Если вам хочется соленого, это не совсем обязательно означает беременность. В том случае, если вы женщина. Подобное желание может свидетельствовать о сильном стрессе, который переживает организм. Из-за нервных переживаний и усталости, организм особенно остро нуждается в природных минералах и солях. Чтобы обеспечить его необходимым, налегайте на несоленые орехи, злаки, фрукты и овощи. Сильное желание есть соленые продукты может говорить о том, что в организме имеется очаг инфекции, особенно патология мочевой сферы. Чрезмерную тягу к соленому можно уменьшить, употребляя в пищу козье молоко, рыбу и морскую соль. Тяга к горькому и острому. Желание есть горькую пищу часто возникает при интоксикации организма. А вот остренького хочется при нарушении секторной и эвакуаторной функции желудка. Если в последнее время вы стали есть больше жирной пищи, то организм может требовать перца или чеснока для стимуляции пищеварения. Но если рацион в последнее время существенно не изменился, то это может сигнализировать о нарушении липидного обмена. Теперь давайте поговорим про волосы. Если организм здоров, волосы выглядят блестящими. Они упругие, буквально струятся и переливаются на солнце. Если же волосы стали выглядеть как пучок соломы, не содержат формы в прическе, путаются, секутся. Они потускнели и даже питательные маски их не спасают. Это один из признаков недостатка витаминов. Сухая и зудящая кожа головы – это признак дефицита витамина Е. Если появляется дерматит на коже головы, то и ретинола, витамин А, либо дефицита витамина группы В, которые помогают питать кожу головы и проводить кожным покровом нервные импульсы. При чрезмерной жирности волос нужно думать о дефиците рибофлавина, а при их сильном выпадении обычно не хватает фолиевой кислоты или витамина С. Перхоть появляется при дефиците витаминов В12 и В6, либо ненасыщенных жирных кислот. Кроме того, волосы страдают при дефиците минеральных веществ, особенно железа и кальция. Кстати, дальше мы расскажем о продуктах, которые содержат эти витамины, которые помогут исправить данные проблемы, если таковые имеются, естественно. Кожа Кожные покровы – это вообще зеркало витаминного дефицита. На них отражаются появления нехватки почти всех веществ, относимым так или иначе к витаминным. Сухость кожи на лице, проявление морщинок, мелких и более крупных, бледность кожи – это следствие дефицита витаминов Е или А, никотиновой кислоты. Жирность кожи и ее шелушение может указывать на дефицит витамина В2. Угрей краснота пятнами – это дефицит жирных кислот вместе с ними и жирорастворимых витаминов. Если чистые аллергические и другие виды дерматитов – это проблема с витаминами группы В и биотином, при его дефиците также могут быть проявления гиперпигментации на коже, появление коричневых пятен и родинок. Кстати, перед тем, как мы перейдем к продуктам, которые помогут избавиться от этих проблем, напишите в комменты, употребляете вы какие-либо витамины или нет. Ну а сейчас самые ядерные продукты, которые помогут избавиться от любых проблем с кожей, ногтями или волосами. Сыр и органический миндаль. Миндальные орешки богаты витамином Е, натуральными антиоксидантами, белком, который способствует синтезу коллагена. Кроме этого, миндаль – отличный источник кальция, который незаменим для наших зубов, ногтей, костей и волос. В отличие от окисляющего кэшью или арахиса, который фактически относится к бобовым, миндаль обладает еще и щелочным действием. А как известно, щелочные продукты способствуют детоксификации организма, поддержанию нормального уровня PH, предотвращают воспаление и повышают иммунитет. И еще миндаль богат биотином, витамином группы В, который укрепляет ногти и волосы. Старайтесь выбирать сырые органические орешки или миндальную пасту. Обжаренный миндаль уже обладает окисляющими свойствами, а неорганические орехи часто содержат пестициды и опасные химикаты. Сырые же, наоборот, богаты энзимами, которые улучшают усвоение питательных элементов и вещеварения в целом. Зелень Наше тело может впитывать полезные вещества из зелени, как губка. Витамины А, С, Е, К и даже витамины группы В и железо поступают к нам в организм вместе с зеленью. Шпинат, брокколи, кейл, крес-салат. Листовая капуста содержит много кальция, магния и натрия. Это минералы, которые особенно важны для здоровья волос, ногтей и кожи. А еще в зелени много воды, поэтому она способствует увлажнению всего организма и процессу избавления от токсинов. Спирулина – темно-зеленая водоросль, в которой просто фантастическое содержание биотина, белка, железа и витамина В12, которая также способствует красоте волос, кожи и ногтей. Всегда выбирайте темную зелень, насколько это возможно. Делайте из них салаты, роллы и добавляйте их в смузи или сок. Оранжевые корнеплоды Сладкий картофель, морковка, тыква содержат большое количество витамина А, которые поддерживают ногти, волосы и кожу в хорошем состоянии. Эти продукты также богаты витамином С. Антиоксидантом, который снижает уровень стресса. Витамин С препятствует образованию свободных радикалов, возникновение которых является одной из причин старения организма. В качестве способа приготовления этих продуктов выбирайте приготовление в мультиварке на пару. Запекание вместо обжарки. Если вам нравится есть их в сыром виде, это еще лучше. Сырые органические тыквенные семечки Каждая часть тыквы настоящий суперфуд. Тыквенные семечки не исключение. Они ощелачивают организм, богаты белком, железом, магнием, натрием, биотином и омега-3 кислотами. За счет своих ощелачивающих свойств, тыквенные семечки, как и миндаль, улучшают состояние всего организма. Тыквенные семечки поднимают настроение и уровень энергии, конечно же, укрепляют ногти, кожу и волосы. Съедая одну четверть чашки в день, вы вполне обеспечите себя дневной нормой. Всегда выбирайте сырые и органические семечки вместо обжаренных и соленых. Овсянка Это, пожалуй, самый дешевый и доступный суперфуд. Цельные зерна – важная часть в любом типе питания. Выбирайте дикий рис, овсянку, перловку, коричневый рис, черный рис или кино. Овсянка снижает воспалительные процессы, чистит кожу, сокращает уровень стресса и улучшает питание клеток. Попробуйте замочить овсянку на ночь или сделать ее на кокосовом йогурте, и у вас получится чудесный завтрак. Выбирайте негенно-модифицированную органическую овсянку. Идеально, если это будут цельные зерна или, в крайнем случае, прошедшие минимум обработки. Это гарантия отсутствия токсинов и аллергенов. В общем, просто добавляйте продукты из этого списка. В свой ежедневный рацион и вы увидите, как преобразятся ваши волосы, кожа и ногти и организм в целом. Ну теперь давайте продолжим нашу тему. Что же значит тяга к жирной пище, например? Если пристрастие к жирной пище появилось внезапно, а не является результатом привычки, то оно может быть симптомом нехватки кальция или жирорастворимых витаминов. Чрезмерная тяга к жирной пище возникает и при соблюдении длительной диеты с ограничением жиров, при повышенных физических нагрузках, а также при некоторых заболеваниях. Тяга к мучному и сладкому. Требуя макарон, картошки или сладких булочек, организм сообщает о том, что ему срочно необходимы углеводы. Необходимая тяга к конфетам может означать, что в организме снизился уровень хрома, регулирующего уровень энергии. Для восполнения углеводного запаса лучше избегать сладостей, используя правильную глюкозу из фруктов, цельнозерновой муки и коричневого риса. А недостаток хрома компенсирует брокколи, картошка, индейка и апельсины. Когда хочется что-нибудь этакое. Если появляется необычное желание съесть что-нибудь несъедобное, например, мел или глина, целесообразно пойти к врачу и обследоваться. Вполне вероятно, что столь своеобразная прихоть объясняется банальной анемией, которую несложно устранить с помощью лекарственных препаратов. Врач также может порекомендовать необходимую диету, к примеру, с повышенным содержанием железа, мясо, рыба, птица, морская капуста, зеленые овощи и так далее. В некоторых случаях вкусовые пристрастия изменяются при наличии какой-либо опухоли в организме, когда растущая новая ткань требует активного поступления веществ, необходимых для ее размножения и ее клеток. При опухоли щитовидной железы может возникать странная тяга к йодосодержащим продуктам, морской капусте, рыбе и суши. При раке желудка больные вдруг начинают испытывать отвращение к мясу и рыбе. Надеюсь, что данный выпуск оказался для вас полезным. Если так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропускать самые ядерные выпуски. А также можете заценить несколько наших предыдущих видео, которые обязательно вам понравятся. Спасибо за просмотр!